Не в силах смириться с тем, что многовековая дружба семей Эфиоблу и Иша и Кайлы оборвалась из-за нее, Нари выступает против карт, сданных Гидизом и, как дочь игрока, решает раздать свои карты. Этот план является результатом Гидиза, которая решает забрать все доли, которые она делила с Санкаром. Даже особняк закладывает камни на вашем пути. Он заставляет Санджара принять неожиданное решение, которого никто не ожидал. Минекши пытается скрыть свой выкидыш от Санджара и жителей особняка, потому что знает, что ее выгонят из особняка, как только они узнают. Но это практически невозможно. Минекши нужен новый план. Элван узнает от Нари, что Яхи невиновен, и идет извиниться перед Яхи, который живет в доме Нари. Но в то же время у Яхи есть гость, Дуду. По мере того, как Санджар шаг за шагом приближается к Кахраману и Акину, он планирует игру, в которую будет играть, чтобы получить опеку над Мелик по делу об опеке. Кахраман же пытается понять, действительно ли Яхи и Санджар враги, с помощью информации, которую он тайно получил из особняка. Пока все это происходит, напряжение между двумя влюбленным и растет с каждым днем. С одной стороны, битва за опеку, а с другой, их растущая ревность заставит Санкара и Нари делать то, чего они никогда от себя не ожидали. Санджар сходит с ума, когда узнает, что Гидис увез Нари из особняка. Он ищет этих двоих повсюду, но не может их найти. Куда пропали Нари и Гидис? И ответа на этот вопрос, и реакции Нари на признание в любви Гидиза никто не ожидал. Альянс Минекшакэн начинается с жестокого плана. Они решают использовать Мелик, чтобы улететь за птенцом. Будет ли этот план, основанный на детском счастье, успешным или потерпит неудачу? Выиграет ли Минекши или потерпит большое поражение? Санджар и Яхи продолжают свои планы раскрыть игру, в которую играет Кахраман. Но Кахраман в курсе всего, что происходит в особняке. Кто подслушивает Кахрамана в особняке? Санджар запирает Нари в окопе ее деда и запрещает Гидису входить в особняк. Гидис очень потрясен, когда ему запретили войти в особняк, который когда-то принадлежал его деду. Минекши сходит с ума, когда остается на верхнем этаже Нари. Когда герой говорит ему, что может спасти его от Нари, он решает сотрудничать с ним. Герой обвинил Яхью в похищении Нари и сделал Санкара, поссорившегося со своим парнем, врагом брата. Но Санкар, на которого он напал со всех сторон, преподнес большой сюрприз для него и всех. Нари, с другой стороны, не может вынести гордости за то, что живет в одном доме с женой Санкара, и решает сделать этот особняк слишком тесным для Санкара. Санджар говорит, что, если он сможет защитить ее от Акына, он не заботится о своей гордости и терпит все, что делает Нари. С Нари, с одной стороны, Милеком с другой, Гидизом с другой и Кахраманом с другой, Санджар ужасно застревает. Но когда Эльван узнает об ошибке, которую он когда-то совершил по отношению к Нари, он теряет своего величайшего союзника. Эльван теперь на стороне Гидиза и помогает ему похитить Нари из особняка по его плану. Гидиз сейчас очень взволнован, наконец-то он сможет признаться в любви Нари. Несмотря на тяжесть раны, Санджар преследует Нари. Нари же молится, чтобы Санджар не умерла в хижине, где ее заключил Акын. Из-за игры, организованной Кахраманом, Гидиз считает, что Санджар и Нари проводят день одни, и ему очень скучно. Однако благодаря его вниманию Эльван понимает, что с Нари что-то случилось. Когда Гидиз узнает об этом, он делает все возможное, чтобы найти Нари, но появляется неожиданный подозреваемый, Яхия. Пока Гидиз пытается разговорить Яхию, Санкару удается добраться до Нари и войти в лодку, где находится Акын и множество вооруженных охранников. Но пока они пытаются сбежать из лодки, Нари прыгает перед пулей, нацеленной на Санджар, и Акын стреляет в него. Теперь двое влюбленных, оба раненые, должны держаться друг за друга и вернуться на родину. В стране их ждет Гидиз, сжегший свои корабли. Нари решает взять под опеку свою дочь Мелик и покинуть страну. В этой стране, где Санджар готовится стать отцом, больше нет места ни Нари, ни Мелик. Он предлагает Эльвану новую жизнь вдали от мужчины Феоглу. «Пойдем с нами, построим новый мир втроем», — говорит он. Гидиз видит в этом новый побег, а не новую жизнь, и очень злится. Это первый раз, когда он не стоит рядом с Нари. Он даже рискует предать ее. Санджар, который пытается смириться с тем фактом, что женщина, в которую он влюблен, раскаялась, что не упомянула ее имя, сходит с ума, когда узнает, что Нари уходит. «Если ты уйдешь, я буду очень плохим человеком», — говорит он Нари, — «я заберу свою дочь и посажу ее в особняк». Если один из влюбленных умрет, это станет эпопеей, но если он выживет, это станет ложью. Так что же произойдет, если двое влюбленных попытаются сразиться за опеку? Нари решает взять под опеку свою дочь Мелик и покинуть страну. В этой стране, где Санджар готовится стать отцом, больше нет места ни Нари, ни Мелик. Он предлагает Эльвану новую жизнь вдали от мужчины Феоглу. «Пойдем с нами, построим новый мир втроем», — говорит он. Гидис видит в этом новый побег, а не новую жизнь, и очень злится. Это первый раз, когда он не стоит рядом с Нари. Он даже рискует предать ее. Санджар, который пытается смириться с тем фактом, что женщина, в которую он влюблен, раскаялась, что не упомянула ее имя, сходит с ума, когда узнает, что Нари уходит. «Если ты уйдешь, я буду очень плохим человеком», — говорит он Нари, — «я заберу свою дочь и посажу ее в особняк». Если один из влюбленных умрет, это станет эпопеей, но если он выживет, это станет ложью. Так что же произойдет, если двое влюбленных попытаются сразиться за опеку? Я больше не могу терпеть сердитого ребенка». Гидис отговаривает Санджара стать убийцей, но на этот раз он поддается гневу на Акына. Бремя, которое он всегда вкладывает в себя, отвлекает его, и он оказывается на грани того, чтобы стать убийцей. Санджар понимает, что его самое большое испытание — не отнять жизнь, а дать жизнь. Он узнает, что Минекши беременна и опустошен. Как он сообщит эту новость Нари и Милеку? Минекши возвращается в особняк и использует опасность выкидыша, чтобы обрушиться на жителей особняка, как кошмар. Но у Гюльси на него тоже кошмарные планы. Когда Нари получает известие о беременности Минекши от Санджара, она осознает это. Впервые ей удается взглянуть на себя, Санкара и все, через что она прошла за 9 лет со стороны. Их любовь поистине невозможна. Я больше не могу терпеть сердитого ребенка. Гедис отговаривает Санджара стать убийцей, но на этот раз он поддается гневу на Акына. Бремя, которое он всегда вкладывает в себя, отвлекает его, и он оказывается на грани того, чтобы стать убийцей. Санджар понимает, что его самое большое испытание – не отнять жизнь, а дать жизнь. Он узнает, что Минекши беременна и опустошен. Как он сообщит эту новость Нари и Милеку, Минекши возвращается в особняк и использует опасность выкидыша, чтобы обрушиться на жителей особняка, как кошмар. Но у Гюльси на него тоже кошмарные планы. Когда Нари получает известие о беременности Минекши от Санджара, она осознает это. Впервые ей удается взглянуть на себя, Санкара и все, через что она прошла за 9 лет со стороны. Их любовь поистине невозможна. Держи свою дочь за руку. Между Санкаром и Нари начинается жестокая битва. Санджар поклялся отомстить, а Нари поклялся не позволить Санкару отомстить. Нари перестает тихо играть и атакует Санкар из своей пушки и винтовки.